Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция, почему Gunblade плохой меч? Амунишн тайм. Погнали посмотрим. Меч-пистолет, пожалуй, самый узнаваемый вид оружия из вселенной Final Fantasy. Мне, я не знаю, может быть, мне одному кажется это оружие самым странным, что ни на есть. Даже его вид мне как-то такое внушает долю непонимания, поэтому я прям вот с радостью поставлю этот видос. Фэнтези. Гибрид меча и пистолета в одном устройстве. Однако, возможно ли создать и использовать нечто подобное в реальном мире? Вы на канале Амунишн тайм, где мы рассуждаем о возможностях применения снаряжения из вымышленных вселенных в нашей с вами действительности. В текущем выпуске мы проанализируем Gunblade Сквола Леонхарта из Final Fantasy VIII. Итак, мы начинаем. Первым делом следует озвучить некоторые исторические данные. Хоть на первый взгляд может показаться, что конструкция Gunblade чистая выдумка, тем не менее, это не совсем так. Дело в том, что мечи-пистолеты существовали в реальной истории. Они начинают появляться во времена развития однозарядного кремниевого пистолета. Ну, если не ошибаюсь, это оружие со штык-ножом, то есть изначально это была такая конструкция. И сейчас до сих пор применяется оружие, на котором можно повесить штык-нож. Типа, ну, логично, логично. Только они не используются, как Gunblade используется в Final Fantasy. Очень активно использовалось оружие ближнего боя, отдельные люди могли позволить себе заказать комбинированный образец оружия ближнего и дальнего боя. Преимущества такого устройства очевидны. И его можно было выстреливать. В сражении врага можно поразить огнестрельным ранением и тут же совершить добивающий удар клинковым оружием, если рана от выстрела оказалась не смертельной. Разумеется, перезарядка порохового пистолета занимает определенное время, но так или иначе, в бою вы никогда не останетесь полностью без защиты. Говоря о недостатках, следует отметить слитность конструкции. То есть клинок меча-пистолета нельзя демонтировать, как, например, штык-нож на автомате Калашникова. Из этого проистекает несколько недостатков. Во-первых, стрелять из пистолета, прикрепленному к мечу, не очень удобно, потому что клинок вместе с гардой делают конструкцию более тяжелой, а также дискомфорт вызывает общее распределение веса устройства. Представьте, что вам нужно вытянуть меч острием вперед параллельно полу и прицелиться. Очевидно, что целиться будет весьма неудобно даже поблизко стоящему противнику. Во-вторых, прикрепленный к мечу пистолет порой нарушал баланс самого меча, и пользоваться оружием в ближнем бою становилось уже не так удобно. Кстати, кроме меча-пистолета были еще и мушкеты-топоры, или вот, например, из этой же оперы короткий клинок Джамдар с двумя стволами. Ладно, так или иначе, с однозарядными кремниевыми пистолетами все ясно. Это эпоха начала развития огнестрела, то есть 16-18 века. Но ведь шестизарядный револьвер, который вмонтирован в ганблейд, появился в 19 веке. И, скорее всего, эта модель не кремниевая, а капсульная. Неужели были примеры в истории, когда сочеталось клинковое и относительно современное многозарядное огнестрельное оружие? Как оказалось, да. Сейчас вы видите саблю револьвера 19 века, патент на котором был получен бельгийской фирмой Анри Гоосенс и сыновья около 1865 года. Причем данная модель выполнена довольно грамотно. Несмотря на наличие встроенных в рукоять и частично выступающих изделий... Не, я правда, я впечатлен, серьезно. Я никогда такого не видел. Я думал, что это за гранью фантастики, но оказывается, это реально вполне возможно, серьезно. Ого, нифига себе. Для инструментов револьвера сама рукоять весьма эргономична. Ее ось, смещенная вперед по отношению к оси клинка и оси канала ствола, позволяет владельцу сабли удобно держать оружие при стрельбе, но баланс холодного оружия при этом почти не ухудшается. Эти качества весьма актуальны в настоящем бою. Следовательно, Ганблейд из Файнал Фэнтези не выдумка, не совсем так. Во вселенной Файнал Фэнтези Ганблейд не является огнестрельным оружием. Из него нельзя поражать врага на расстоянии. Это исключительно оружие ближнего боя, представляющее собой меч с механизмом заряжания револьвера. По лору, Ганблейд работает так, что когда при нажатии на спусковой механизм происходит выстрел, его лезвие начинает вибрировать и как бы усиливается мощь атаки клинка. То есть, в принципе, его огнестрель... Это как мы смотрели видео про самурайский клинок, который тоже вибрировал, то есть через него пропускались волны и что... А ну я понял, я понял, к чему идёт. Стрельная часть вообще не предназначена для уничтожения цели с помощью боеприпасов. Более скажу, у Ганблейда даже нет ствола как такового. Вот, например, реальный пистолет с клинком. В его морфологии отчётливо различается клинок и пистолет. Нормальный комбинированный механизм. А у Ганблейда из финалки происходит выстрел внутрь клинка, понимаете? То есть, пуля стреляет куда-то сюда и далее происходит вибрация, якобы увеличивающая поражающую способность клинка. С позиции физики реального мира это абсолютная чушь и давайте попробуем понять почему. Для начала коротко пройдёмся по принципам работы огнестрельного оружия и револьвера в частности. В основе выстрела лежит принцип мощного давления газов на пулю, которые образуются в результате мгновенного сгорания пороха. Чтобы выстрел случился, нужен катализатор для воспламенения. В револьвере воспламенение происходит благодаря тому, что курок наносит удар бойком по капсулю патрона, разбивает его и детонирует ударный состав. Вся эта радость быстро сгорает и превращается в газ, выталкивающий пулю через ствол. И вот тут и начинается весь юмор, потому что, как мы помним, ствола у Ганблейда нет. Знаете, что произойдёт, если Ганблейд попытается выстрелить? Газом нужно будет куда-то деться, и они попытаются освободиться. Но так как заведомо созданного проходного канала нигде нет, им придётся выйти как получится. Иными словами, барабан револьвера просто разорвёт на куски после первого же выстрела. Причём я сначала думал, что вот это прямоугольное отверстие в клинке – некий воздушный канал, через который идёт отведение газов. Однако нет. Это ось вращения для барабана. Забавно, что японцы посчитали логичным добавить ось, а ствол нет. Также весьма любопытно, что даже если выстрел идёт внутрь клинка, всё равно не отменяется тот факт, что отсутствует отверстие для сброса отстреленных пуль. Куда деваются пули – непонятно. Далее разберём вопрос вибрации от меча, которая по лору многократно усиливала урон от клинка. В реальном мире одним из критериев хорошего меча как раз является его способность не вибрировать при ударах о вражеский щит, меч и так далее. Точнее, хороший меч не передаёт вибрацию от ударов на рукоять. Для этого у него существуют свободные от вибрации зоны, так называемые узлы, расположенные в правильных местах. Возможно, у ганблейда они тоже существуют, но я сомневаюсь, что такое возможно повторить в реальном мире. К тому же, сам факт даже теоретической вибрации от выстрела никак не увеличит рубящие свойства меча. Скорее, вибрирование добавит лишь неудобств при использовании, так как клинка всё равно частично будут переходить и на рукоять, а от неё уже на руки бойца. Что лишь увеличит дискомфорт в управлении оружием. Ну и поскольку из ганблейда нельзя стрелять, а вибрации ни разу не преимущество, то может как обычный меч он будет более-менее вменяемым. На вики фандоме написано, что длина ганблейда сквола 141 сантиметр, и по катсценам могу сказать однозначно, что это ереси бред. Исходя из пропорций героев, этот меч просто не может обладать такими габаритами. Его длина не более 80 сантиметров, ну 100 это максимум, но никак не полтора метра. По этим размерам ганблейд попадает под категорию одноручного меча. Учитывая, что клинок ганблейда больше похож на тот, что имеется у ножа, мне на ум приходит лишь один похожий по своей анатомии меч. Немецкий мессер. Мессер это одноручный рубящий меч, являющийся именно мечом, а не шпагой или фальшионом. Ножевидная форма клинка придает ему очень хорошие рубящие-режущие свойства, однако с ганблейдом у него мало общего. У гибриды из финалки, в отличие от мессера, нет нормальной рукояти и гарды, которая обеспечивала бы защиту кисти и приводила бы меч к адекватному балансу. Очевидно, что это огромный недостаток. К тому же такая рукоять, как у револьвера, не будет эргономичной. В связи с чем, драться таким оружием я бы точно не стал. Как мы убедились, сама идея комбинирования огнестрельного и холодного оружия вполне исторически достоверная и даже весьма практичная для определенных периодов времени. Однако именно ганблейд из файнал фэнтези со своей конструкцией и принципами работы не более чем полет фантазии японского дизайнера. Вот такие дела. Пишите свои мысли по этому поводу, а также не забывайте... Ну, в принципе, в принципе, в принципе, я даже не знаю, что мне здесь и добавить. С одной стороны, и автор прав, с другой стороны... Хотя нет, хотя нет. Как, он действительно... Ни пуль не вылетающих, ни какого-либо... Куда будет реально выходить газ, который вот происходит при выстреле. То есть, вообще логично, на самом деле, что просто взорвется в руке, и как бы, ну, это не особо прикольно будет. Но на то это и фэнтезийный мир. И если бы разработчики чаще всего уделяли тому, чтобы объяснить суть работы того, что они запихивают в игры, то мы бы, может быть, больше бы рассуждали и отталкивались от этого. А так, это остается фэнтезийным моментиком, где мы просто наслаждаемся внешним видом и такие... Вау, это круто. Это прикольно, это имеет место быть для нас в интересах. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok